привет всем я тут зарегистрировался на тур на испанском по по барселоне он бесплатный я не нашел где ну точку сбора и поэтому такой немножко расстроился потом думаю да зачем эти туры она может потом как-нибудь и как-то меня вот сразу потянула в книжный я даже не знаю почему вот с тобой такое бывало когда-нибудь что вот тянет в книжной и все и как только я увидел книжный но это корт инглес возле на площади каталонии и сразу же такой в книжный и меня сразу привлекает основной стенды я тут смотрю такое о по что нас тут есть такой о по конечно же у нас продают книжки вот три книжки харари ювел но харари sapiens ну окей они все по испански здесь но ничего я сейчас попробую перевести the animalis adioses то есть первая первая книжка этого автора ну я же читал ее конечно и ну читаю по-английски мне из штатов прислали специально потом следующее это homo deus the brief history of tomorrow там харари спекулирует о том что будет будущем с человечеством и вот третья книжка которая сейчас вышла ну а не да ну как недавно так относительно недавно это бенди уно лекционес пара и сигло бенди бенди уно 21 21 ответ на вопросы о 21 веке и как-то ну вот этот стенд стоит и как-то но я две из них уже прочитал и как-то 3 я уже смотрел видео ну в принципе я понимаю что там будет написано потому что я уже читал две из них и все равно вот хочется купить и я такой ну блин я уже столько книг купил я не могу постоянно покупать книжки что же мне делать вот это когда-нибудь такое бывало что вот ну тянет покупать книжки все время а ну дальше я пошел тут всякая ну вот по по разделам есть например нарратива испанила и испаноамерика здесь тоже всякие книжки но я честно кроме гарсия маркеса я вообще никого не знаю и тут всякие например александр паломас он амор но это я так понимаю про любовь про любовь я точно не буду читать я я лучше буду читать там про войнушку или кое-нибудь философии не знаю что иметь такое в общем здесь у меня ничего я не узнаю отсюда дальше у меня тут нарратива романтика ну наверное что-то про про романтизм но не интересно как-то и ни одного имени ну я тут пока не знаю так ну пойду-ка я дальше у нас есть los vendidos и ficción ну fiction в общем и тут ну я вижу по по названию книжки викрам чандра уэгос саградос это наверняка переводная с английского нарратива экстранхера ну как я думал экстранхера это значит иностранная литература номер на рейте всякая сара ларк без понятия кто это и ну как-то я не узнаю вообще ни одного о алла я алла привет кому и стая коместас я бы сказал дальше мне тут harry potter и las orden del phoenix в общем как как всегда самые популярные книжки это всегда про гарри поттера но гарри поттера я честно никогда не читал но все это не для меня тут в общем в центре самые такие узнаваемые авторы тут такие хайка швей айм тудай бредка сенен вашин сарий садо юлайн расян о арана мою швари guess what i'm talking about ok у меня тут стивен кинг ластары оскура но стивен стивен кинг так ну точно не буду покупать алла пишет стой бен грасе с олана алла кстати вот когда говоришь ну двойное l же на испанском считается как и например поэй я они поэля итак я буду говорить а я правильно говорить а я правильно а я или алла что нас тут всякие есть нарратива романтика дальше дальше девульгатиус я без понятия кстати что очень девульгатиус затем тут идет экономия импресса импресс но может быть импрессив экономии что-нибудь такое модера до лидер для филиси дат и отравы с дель лидера ском филиси дат ну это филис это счастливый филиси дат это счастье как в песне филис на видат что-то там они и филиси дат в общем короче как быть счастливым много работать но в принципе я понимаю о чем там будет написано ну так не очень интересно так а я пишет там пока и лейду хари-поттер но ты приокупать но эрис унику я согласен так и либо негру супер такое название очень не оригинальное либо негру кому файл и банку да испания а лос куда донос ну куда это значит ну теке то есть заботиться о чем-то нос это значит на нас как как в общем банк испании файл файл это может быть файл то есть как банк испании о нас не позаботился но в принципе это прогнозируемое тоже название то есть эрнесто и кайзер пишет как значит как все плохо ну тем более не буду читать как все плохо ну я просто прочитал уже много на такую тему про вот англоязычной литературы там всякой например сэвен сэнчури ов что там в фэнэншал фали я думаю что это будет что-то что-то похожее так затем нас гуэс туристик с экстранхер вот всякие всякие здесь туры но честно вот мне эти книжки всегда всегда вызывают двоякие ощущениям потому что допустим индия во первых они пытаются объять необъятное там и то есть они идут по верхам дочь какие-то допустим но кафе какие-то там магазины и достопримечательностей они такие самые самые популярные отмечают я например не фанаты ходить там где много людей там уже тысячи прошли людей но я предпочту что-то такое ну потише в общем хотя многие говорят что на самом деле я этот как его интегрует экс-эксерверт но я не знаю я так как так себе экстраверт потому что допустим когда вот ну работать студентами на экстраверт себе ну окей а потом когда вот когда вот я заканчиваю уроки мне уже не хочется в основном мне уже не хочется видеть людей мне необходимо такой вот но немножко времени такого себе и поэтому когда ты с утра до вечера ходишь пока ну допустим я сейчас барселоне да я если я буду ходить с утра до вечера по и фотографировать эти основные здания ну честно мне уже минут через какой-то вечер а я минут через пять мне уже так надоест потому что ну как-то нужно что что-то другое что то такое ну поспокойнее ладно я тут вам покажу кстати спасибо что смотрите я понял что если вы но сейчас это удачное время я буду все время бродкастить в этот ну в это время смотрю может быть чем не купить или не купить вы вы тоже мне подсказывайте может быть я пропускаю какую-то интересную книжку насчет каталония мне ну честно я хотел чуть почитать но они настолько ну как бы такой такой подход у них либо они пишут обо всем по чуть-чуть но мне не интересно и либо настолько сфокусирована на какой-то конкретной теме например там там 100 истории там барселоны то есть там уже настолько все ну конкретную я не хочу настолько конкретно мне вы какой-нибудь обзор но чуть-чуть по еще чуть побольше чем просто описание там красивое здание там е ну окей красиво здание знаю что мы красивые в тысячу фоток есть этих тысячи видео как бы зачем мне снимать 1000 и 1001 я не понимаю этого ладно это смотрю кассина практика это вообще отдельная тема но ну готовка как бы не знаю может быть я еще не созрел для готовки я думаю что готовка она очень ну она она отражается как-то настроением потому что но готовить просто для себя но это сразу не интересно но я кстати был у у фрэнклина а роско в гостях и там еще было четыре или пять других преподов вместе со мной и это было очень прикольно вместе готовить ну с инструкциями франклина ну франклин спасибо очень рекомендую поэтому как бы ну какая вот функциональная как бы какая полезность книжки ага кто готов но не знаю если бы меня интересовали допустим только удобно мне нравится удон там раманы все такое такое японское там там по сути вся вся восточная кухня не нравится ну я бы что-нибудь такое купил но это же блин то что наготовить время терять я лучше схожу там какой-нибудь забегаловку это будет намного быстрее но время как бы что-то тут наш дальше снова гастрономии а дальше биографии и номер из ладно вот здесь следующий раздел это форма 7 курсов и методов ну то есть она явно для преподов именно привлекла сразу такая книжка али броды и стиле лингу испанила сигун для норма пан испаника и я тут ее открываю такой идут всякие иди идиомы там такие выражения но я понимаю что мне до этих выражений идти ой 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 сколько это наверное не мы не в этой жизни ну может быть кому-нибудь с такому более профессиональному кто преподает или или там она переводит в общем в общем я теряюсь стоит ли мне что-нибудь покупать а вот книжки in english от 1 лингу из вот и опять же самые вот эти популярные книжки хамадеус брюсс в муру которую я уже читал мой да я читал и потом если вы меня давно смотрите то вот эти две книжки я дал студентам за то что они ну за что они смогли их почитать и сделать короткий самый и я считаю что это отличное вложение такой инвестиция в молодежь что когда они они могут огромное количество информации перелопатить и как-то вот ну очень коротко взять основные мысли это очень такая важная штука насчет насчет самый я тоже пытаюсь практиковать самый каждый день практически потому что вот очень много книг по английскому я вот еще купил на вчерашний или уже позавчерашние конференции здесь в барселоне ну собственно почему я сюда и приехал я купил две книжки на стенде у этого парня из из книжного магазина одну из них про что там что там how we learn vocabulary в принципе ничего для меня нового нету но чтобы еще раз сделать ну то есть чтобы gain confidence чтобы быть больше confident больше уверенным в себе что ты делаешь правильные вещи потому что ну когда я в очередной раз рассказываю как вот нужно когда мы со студентами там разговариваем они спрашивают а как правильно учить vocabulary я начинаю перечислять пункты а у них глаза на выкате они такое никогда не слышали я начинаю задумываться может быть я и говорю какую-то ерунду ну и только когда я перечитываю вот эти англоязычные ресурсы то есть how we learn vocabulary я опять понимаю что это не ерунда то есть те же самые принципы повторения ни в коем случае не ну не какой-то не зубрежка а вот ну такие принципы и поэтому я купил эту книжку how to learn vocabulary но это я делаю сделал наверное отдельный обзор и вторую книжку how to make how to make courses то есть как делать курсы почему потому что ну конечно я хочу ну как как препод сельда у меня конечно же следующий этот шаг дельта но человек он такой большой что я не знаю сколько он месяцев лет столетия у меня отнимет там такой список книжек такой может быть 100 ну или там конечно не 100 ладно я преувеличиваю ну просто очень долго долго их читать и делать reflection и поэтому конечно самый нужный скилл который мне над которым мне самому нужно работать и на котором фокусировать многих студентов это самый то есть не тупо повторять что ты где-то услышал а нужно находить главную идею используя свои слова свои соображения формировали формулировать уже свою уникальную мысль из тех источников которые которые ты получил про прочил и в принципе тоже самое ну тоже самый подход самый я видел на пленарном там киноте ну короче на пленарной речи скотта тэрнбери ну а насчет этой речи я не могу сказать что он как то что вот гений в принципе нового я ничего не услышал hey mohammed thanks watching this stream is in russia i'm sorry окей что я хотел сказать про скота тэрнбери что вот опять же этот этот ну писатель учитель он всем известен и это был первый раз когда я его видел живой сфоткался с ним и теперь как бы можно умереть спокойно умереть я не собираюсь в ближайшем будущем я имею ввиду что ну для учителя английского это считается вот как бы дотронуться до самого такого как бы до sacred stone до такого священного камня как которым является скотт и вот на примере скота сын были вот как он как он построил свою свой спич это это были просто цитаты на на тему вот изучение иностранного языка ну не в общем да конкретно то есть когда он говорит что ну здание это как бы одно это все хорошо но владение оно важнее то есть performance а не просто knowledge это конечно ну важно важная штука и что сделал скотт то есть он про просто дерево все эти книжки и он по по натягал этих коттеку тэшин то есть цитаты за этих всех книжек на эту тему ну в принципе тема очень очень обширная и во многих книжках можно такое найти но это опять же скил самый и опять же на эту же тему мы говорили с рэйшел я встретил на этой тусовке на ну борщ барсона интернешнл хаус этот элти конференц в этом году который был позавчера я встретил рэйчел эбл бай я видел ее 1 ну то есть первый раз не познакомился на ее речи в киеве в ноябре прошлого года когда я был тоже на и а я и конференции там и тогда тема бы для меня там было животрепещущая как как мы правильно готовим готовим и готовимся к экзаменам то есть не просто очень язык а именно специально для экзаменов и а вот ее на этот спич на прошлый спичи и он нанимал нанимал ее экземс потому что она фрилансер и тоже элти элти спикер и материалы пишет она автор бизнес ван ван ту ван кстати я никогда по нему не работал ну надо исправить это эту ситуацию и ты и рэйчел меня узнала и ну я был конечно очень рад что круто уже начинают начинают повторяться люди которых я вижу на международных мероприятиях по ну вот по учительскому этого бизнеса нашему и я говорю что ну конечно сложная ситуация что я не могу копировать в технических которые допустим по которым я работаю демонстрировать другим ну то есть делиться делиться другим учителям и демонстрировать там студентам бывшим потенциальным что вот я работаю по этой книжке почему она мне нравится мне нужно это перефразировать и конечно это занимает довольно много времени ну а что делать есть копирайт и я не могу это копировать но одновременно я развиваю свое сам свои самый скелс сам и и перефразин это очень важные навыки потому что когда допустим студент готовится к какому-то экзамену типа как тофл или айлс ну или там допустим сайте тем более сайте ему самое главное это не не знание каких-то слов ну знание слов важны но это не самое важное самое важное это насколько он быстро может найти информацию понять главную идею какие ключевые слова и то есть но его смекалка то есть его быстрота нахождения мысли главное понимание вот и это конечно очень важная штука ладно я отвлекся давай давайте покажу что у нас тут по по история до испания вот честно трудно выбрать книжку по истории испании потому что ну во первых я не могу купить такой большой я никогда в жизни не прочитаю во в то есть но по времени а во вторых умные ащи языка явно не хватает чтобы прочитать такую книжку или например конхустадор из секундариус с не даже название или могу понять это конечно плохо но конечно есть маленькие книжки но судьба маленьких книжек в принципе ясна нам что маленькие книжки они помещаются везде ну как бы они там там поместились и навсегда и то есть ну и забыли о них а если большая то она привлекает больше внимания и как ни странно большие книжки как-то имеют но у меня например личные ну лично больше шансов что я их прочитаю хотя бы ну частично ну опять снова у нас и увольну а говори уже на испанском но она она меня преследует я уже три раза и и встретил в этом в этом книжном в кортинг лес ну как бы наверное нет я уже насмотрелся на нее поэтому я уже не буду ее покупать монте кассино так но это вижу что уже тут пошли войны всякие история универсаль ну не порошок универсаль а история то есть ну история всемирная этот вижу так ну-ка что у меня тут есть о знакомые все лица узнаете этих господ ну или там спадаров как вы как как вы считаете кто они la guerra fria fria то есть холодная холодная война od arne vuestad un historia mundial mundial здесь не про футбол а про а про ну всемирное значит от слова эй минута так что немножко по паттиквозво испанский pensarます да к Nachìnченко граф на аренджиенде альманя и всемирно популярный патрица не помню как считать зло это極ды дарах славянь г-стар queれて keepD г-стар ансас Common менgli mudar мол then Deb é ook ane amended leben дел в Ну, понятно, уже, в принципе, по обложке понятно, о чем здесь говорится. То есть, про Кузька на мать и все такое. Отдельная тема – это всякие такие, ну, игры, там, всякие пазлы. Например, конечно же, не только мальчиков, но и мужиков, тем более, я думаю, привлечет такая, вот, все, что связано с оружием, не знаю, меня, наверное, привлекает. Вот, ну, в танчики уже, как бы, играть поздно, но когда это новый уровень, ну, там не компьютерная игра, нет, а вот что-нибудь такое, более тактильное, ну, все равно как-то привлекает внимание. Ну, я не куплю это, естественно. Так, давайте еще посмотрим, что у нас тут есть. Ну, отдельно стенды всякие с популярными. И вот новеллос, вот внизу тут, видите, новидадес, ну, новидад – это, ну, новинки, вот. То есть, в принципе, в принципе, очень похож, да, новидад, да, новелла. Что у нас здесь? Фернандо Арамбуру Патрия пишет. А вот эта книжка привлекает своим, этим, обложкой. La boda de Rachel Chu. Больше трех миллионов экземпляres vendidos. Опять же, провожу параллели английского с испанским. Vendidos, то есть, ну, vendor, например, это по-английски, ну, то, что, тот, кто оказывает услуги. Ну, или какой-то street vendor – это кто продает что-то на улице. А vendidos, я понимаю, что, ну, продано. Значит, vendir – это глагол. Ну, в принципе, так я учу и английский по этими, по сравнению, ну, не английский, так я учу испанский по сравнению с английским. Это мне как-то помогает. Иначе, иначе быстро забывают, что учу по-испански. Так, ну, дальше тут всякие такие с картинками. Ну, с картинками, ну, мне не так интересно. Окей, это наверняка бестселлеры, потому что, когда про всяких celebrities, оно сразу же очень популярно. Ну, естественно, я такие никогда не читаю. Насчет celebrities я читал только биографию этого famous, как он называется, теннисиста иранского происхождения. Американского теннисиста иранского происхождения. Забыл, там она лежит еще. Называется Open, ну, потому что он был дом, выигрывал вечно. Что у нас тут продают? У нас тут La Biografia Definitiva de Freddie Mercury. Ну, это, честно, я никогда не куплю. Это мне просто неинтересно. И дальше история Мишель Обама. Ну, наверняка тоже больше для женщин, конечно. Ну, не то, что я там расклеиваю ярлыки, но все же. О, Athena. Lectures de Philosophia. Вот это было бы, конечно, неинтересно. Но я боюсь, что я по-русски не все понимаю. А тут, видите, как все очень... Картинок нет. Я даже прочитать не могу. Что? О, нет, ребята. Дискульпы. Я не смогу это даже прочитать. Даже выговорить не смогу. Что у нас тут дальше? Дивульгатиус. Я тоже не знаю этого слова. Ну, Сиенция привлекает мое внимание. Сиенция. Ну, я думаю, что это понятно, что это Science. Вот такая книжка привлекла мое внимание. Она такая больше, наверное, ну, любоваться, чтобы она стоит у тебя так перед, ну, перед тобой на полке. Такое, круто. Тут математика, физика, кемика, биология и астрономия. Ну, как бы все в одном, как три в одном. Это получается Нескафе просто. Ну, в общем, ну, все обо всем такое. Хорошо, поставлю я обратно. Ну, обложка, молодцы, да. Там что-то про машины. О, вот такие книжки, мне кажется, они очень популярны. 225 preguntas, то есть, вопросов sobre la naturaleza о природе. Природе вселенной. Да, видите, я прочитал. Ого! Ничего, я думаю, что у меня из самолета попрут с такой книжкой. Скажут, выходи. И тут такое. Que es el limite... О, смотрите, как прикольно. Que es el limite de Chandrasekhar? Ну, это точно. Индус. Я тут много раз слышал эту фамилию. Окей. И точно, он был астрономом. Он был астрономом. Астрономом индивидор Супра Шмайян Chandrasekhar. Се градуа в физике и Мадрас Индия, в 90-29. с 90 лет. В следующем году, он получил бюджет на Университете в Кэмбридж. Далее, он работал на Университете на Университете на гас дегенерацию на электронном который должен быть на бланке для дегенерации из электронов fuera capaz de evitar el colapso gravitatorio Я уже устал читать, простите. Но вот это я бы, конечно, посчитал. Ну, примерно моего уровня. Я имею ввиду, ну, знание языка, потому что большинство слов универсальные, то есть ну, которые, в принципе, во всех европейских языках используются. А еще есть такие прикольные книжки, типа вот это вот. Это тоже книжка. Это не коктейль. Ну, коктейль, но книжка. Happy Hour. Так, ну, наверное, это как делать коктейли. Точно. Как делать bitter mojito. Bloody Maria. Cannes Bronx. И так далее. Ну, если вы бармен или барвумен. Cuba Libre. Batido de Coco. Anytime. Racini Sally. Paradise. И все такое. То есть, если вы хотите узнать, как делать коктейли, то почему бы и нет? Прикольно. Но я думаю, что эта книжка будет больше лежать у вас на кухне, честно говоря. Просто лежать. Хотя, вы можете ее всегда открыть, посмотреть и проголодаться. И тут написано, что нужно сделать. Например. Escalopes de ternera al estilo napolitano. В общем, в наполитанском стиле. Ingredientes para cuatro personas. Ocho escalopes de ternera. Uno y una de cuatro taza pecorino ralliado. В общем, мне очень сложно читать вот эти вот штуки. Особенно цифры. Это я не знаю. А вам, кстати, как? Легко цифры на иностранных языках читать. Так. Какая у нас preparación? Calentar la mitad del aceite en una sartén. Sartén сковородка. Normal. Lavar los tomates y cortarlos por la mitad. A continuación, agregarlos al aceite caliente de la sartén. Caliente. То есть, горячая. То есть, чтобы сковородка была горячая. Cosер durante 20 минутos, añadiendo un cucharón de agua, si es necesario. Sazonar con sal y pimienta. Mientras tanto, golpear los escalopes para alisarlos. Espolvorear pecorino ralliado y perejil por encima. A continuación, enrolar en forma de rosco. Asegure los rollitos con un trozo de cuerda o un palillo de duentes. Rebozar con rollitos ligueramente en harina y freír en la sartén con el resto del aceite durante unos minutos. Sazonar con sal y pimienta. Escurrir y colocar en la sartén con la salsa de tomate. Continuar la cocción durante unos minutos más. Tiempo de preparación 20 minutos. Tiempo de cocción 30 minutos. Encuentemente, es una buena literatura para una Millería. Además, la cristo. Es una gran literatura para unaomatía. Es una buena literatura para una mujer. Es una buena literatura para que estés. Si en una morita hay una hermosa que está en un compasión, Атун – это «тунь» по-испански. Я не все понял здесь. Я уже второй раз не открываю. Атун значит «тюна» по-английски. Дальше – как делать «капкейкс»? Ну, «капкейкс» – это для меня просто космос. Не знаю. Честно, я не готов делать «капкейкс». Ладно, ну вот они привлекают мое внимание, конечно. Такие книжки. Но, естественно, я их покупать не буду. «Ауто Айуда». О, прикольно. А что значит «Ауто Айуда»? А, это… Это, ну, как быть успешным. Да-да-да, знаю этого парня. «Робин Шермар». «Эль монхе Кевин Дио со Феррари». А, «The monk who sold his Ferrari». Я читал это по-английски. И мне очень понравилось. Ну, это такая штука, она как бы очевидная вещь, чем за мной говорит. Но нужно думать, нужно осмысливать это все. На самом деле, ну, как бы не так просто это все читается. Ну, в принципе, это бы я купил, потому что, ну, во-первых, я читал это по-английски уже. То есть, я понимаю, о чем это. А, во-вторых, ну, такие простейшие слова он использует. Ну, то есть, этот «Робин Шермар» очень такой вот, очень классный автор тем, что ничего сложного и, ну, простые слова. «Робин Шермар». Вот, «Робин Шермар». «Эль монхе Кевин Дио со Феррари». «Ун фабула эспиритуаль». В общем, да. Ну, и, как бы, и стоит недорого. Меньше девяти евро. А хотя плюс налог города там еще, я знаю. Кстати, вот в Калифорнии, когда я был, там налог, ну, во-первых, налог этого штата, потом еще, там еще какой-то налог. А вот в Барселоне есть налог города. Он тоже, ну, он меньше двадцати процентов, но все равно. Я не знаю, может быть, даже я куплю эту, эту, эту книжку, потому что тут я читаю. Ну, в общем, такие вещи, такие, ну, может быть, может... О, disculпи. Не, 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 агей. А, окей? Доброго, горохи. Can I, can I ask you a question for my video broadcast? О, cool. Um, uh, do you speak English? Yes. Cool. I'm Nick. Uh, Isabel. Isabel. Yeah. Nice to meet you. Yes, I'm. I was wondering which books you're choosing and, uh, and, and why? Do you think they will be interesting to read or not? Um, yeah, actually, I just finished, uh, the second one of this. Okay. It's TQI. It's, um... Something Japanese new? Yeah. It's about two writers that, um, live in Japan. And they, uh, like, start, uh, wondering about the lifestyle of Japanese people and why they are so old and happy and advanced and everything. Yeah. So, it's about that. And this, I, I bought accidentally the number two, so I'm now wanting to read the number one of them. And, uh... If you don't mind, can you, can you show it? Um, because I think I will later buy this book as well. Oh, okay. It's this one. It's really good. The, the number one is somewhere here. The number two, sorry. And, uh, this is from the same, from the same writers, so I didn't knew they liked this one. And I don't know. Actually, uh, when you like something by one author, you continue by these books. Like, I did with Robin Sharma, for example, his first book I bought in India. And the second one, it was, like, half the same, but still I was happy. Oh, okay. Yeah, I, and this one is, like, uh, something I have to read. I never read it. Okay. So, I think I'm taking this one, because, uh, it's a really famous one. Oh, yeah. Yeah. I agree. And, uh, and everyone says it's, like, a really good book. I never found it when I was searching other books, so it's time. Well, some people say that, uh, he writes very trivial things, but for me, they were kind of, like, yeah, they're kind of trivial, but still. Well, if you, like, if you follow them, and if you, like, get all these ideas and apply them, so you're going to be, like, an entirely different person. Yeah, and I think I'm going to take this one. Thank you very much. Thank you for giving this interview. Happy to meet you. Happy to meet you. Cheers. Thank you. Bye. Oh, видишь, я сейчас тут поговорил, Изабель, она тоже выбрала себе такие книжки, как «Быть лучше». Ну, то есть, на само, как типа, ну, само, саморазвитие. Ну, вообще, конечно, вот в русскоязычном мире это саморазвитие, оно такое, я бы сказал, controversial topic. Ну, то есть, controversial, то есть, ну, неоднозначный, потому что принято ругать такой подход, где, где вот человек показывает свои эмоции, там, ну, там, его там прет и так далее. Это считается, что он там, ну, короче, плохо. Но это просто, я бы сказал, американский подход. Вот американский, он, ну, подразумевает много, ну, показывает много энергии, и, ну, это, это считается хорошо. Окей. «La felicidad es». О, ну, вот это такая прикольная. Такие книжки покупают просто, чтобы они радовали глаз желтым цветом, мне кажется. Вот из желтых брендов я знаю «International House», «Priorbank», «Volcom» и так далее. И все они такие прикольные, они, ну, желтый цвет вообще привлекают. И здесь больше картинок, конечно. Может, мне ее купить и просто смотреть картинки. «Tener amigos raros». Не совсем понял, что это значит. Наверное, какой-то, какой-то, ну, двузначие. «Raros», типа, редко. Ну, нужно иметь редких друзей, не совсем понятно. Что это такое? «La complicidad». Ну, это прикольно. То есть нужно давать большие обнимашки маленьким, маленьким детям. Это прикольно. «Que el plato que hayas pedido resulte ser el mejor de la mesa». В общем, что-то про, ну, mesa – это table, то есть, этот, как его, table, ну, стол, в общем, да. «Meditar». То есть такие вот прикольные картинки, когда, ну, может быть, они поднимают настроение. Я знаю, что некоторым людям нравится, когда, вот, ну, они смотрят такие маленькие книжки. Так, ну, такие большие тут книжки «La costumera de costumar». В общем, «Customar», я думаю, что не «Customer», не знаю, в общем. Так, в общем, я не знаю, что мне купить, честно говоря. Вот и нравится все такое по науке там, и всякие вот про «Universe» тоже понравилось. А если начинать выбирать подарки, то есть, кому-нибудь дарить что-нибудь из книжек, то это нужно сразу полмагазина брать. Ну, тут всякая там мода. Ну, мода я точно не буду, это понятно. Про спорт – это отдельно. Ну, про спорт я читал пару книжек. Я думаю, что там нужно не читать книжки, а идти в спортзал про спорт. А там будет инструктор. Кстати, как-то, ну, в последние годы везет с инструкторами, все очень крутые. Они там все объясняют и все такое. Вот эту я книжку, ну, не читал, а слушал. Аудиокнижка «Open» Андрея Гасси. И такая довольно мотивирующая. Мотивирующая, то есть, он пишет, как он завоевывался, вот эти, как ему трудно было, как он там, еле ему удалось в эту школу записаться, теннисистов, там ни на что не хватало денег, как его родители успели уехать из Ирана, пока их там не убили. И все такое, как он там, ну, тяжело работали и так далее. Так. В общем, я вам, наверное, уже все показал. Альфонсо Дарья. Вот тут непонятно, что это значит. Ну, вот, наверное, что-то по-каталонски, потому что как-то, ну, мне это испанский плохой, а каталонский вообще. В общем, я в полном замешательстве, что мне купить или не купить. нарратива эспанола и испано-американо. Опять я пришел в эту секцию. В общем, ладно, я буду тут ходить дальше и думать, ну, что, мне нужно это покупать или не нужно. А вот, а вы что-нибудь вообще прокомментируете? Вот вы смотрите меня. Вам вообще книжки какие-то нравятся или нет? Или вы не читаете книжки? Я знаю, что сейчас, ну, модно читать этот Инстаграм. Там, ну, читает обычно пальцем вот так вот, а можно еще вот так вот. Но я, например, в Инстаграме я очень плохо, я отстаю от этой жизни. Я больше, больше Фейсбук, а книжки больше складываю, потому что тоже читать времени очень мало. Ладно, я очень рад, что вы меня посмотрели или посмотрите. И если это случилось или случится, нажмите лайк и share. Или прокомментируйте, о чем бы вы хотели, ну, увидеть мои стримы. Все, пока.